МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Беларусь-1 протягивает новины региону. У студии Светлана Князева. Добрый вечер. У субботу, 8-го жнивня, у Гомеля отбылась промая телефонная линия с отделом старшины областного выканавчего комитета Владимира Дворника. На протягу трех годин керавник региона отказывал на питание ЖХРУ. Большая их частка тычилася проблем у жилево-коммунальных господарцев. Усяго, подчас чергового диалогу с населенством в области, старшиня Гомельского облого конкама принял 38 звонков. Переважная большая зиих трапила от ЖХРУ Гомельского и Мазырского районов. Люди просили оказать допомогу у вращении питаний, связанных с ремонтом дорог у малых населенных пунктах, оказать правовую поддержку предпринимателям, посприять вращению земельных и жилево-коммунальных проблем. Старшиня облого конкама доручил отказным особам провести ответные мероприемства, проанализовать питания, с которыми взвертались люди, и сделать все необходимое для их выращения. Треба означать, что все частей ЖХРУ региона задают питания, какие отыщатся развития социальной сферы и доброго порадкования населенных пунктов. Люди хотят жить лучше. Ну а те проблемы, которые имеем там временные, ну их надо преодолевать, но движение, останавливаться, идти к лучшему мы никогда не останавливались, и не должны, и не будем. Поэтому будем идти к человеку. Вы знаете отношение главы государства к человеку. Поэтому социально направленное государство, и мы делаем все для того, чтобы человек чувствовал власть, которая имеется сегодня в государстве и на местах. В Беларуси завершился черговый этап подрихтовки до выборов президента краины, створение участков для голосования. На территории Гомельской области их 1070. Это крайне меньше, чем было на выборах в Минсовом Совете Депутата в 2014 году. При этом, когда у одних районах лёг участков неизначно сократился, у иншых надворот участков створено больше. Анализ показал, что количество потенциальных выборщиков на территории обслуговывания некоторых участков перевышает предугледженный максимум – 3000 человек. В связи с этим было принято решение об открытии додатковых участков. В основном это тысячи районов новобудовлев Гомеля и Мазера. Скорочение количества участков отбилось в особенных сельских районах. Поуплывали демографичные ситуации и миграционные процессы. Так само створены выборщие участки у двёх войсковых частях, у 43 домах от подшинку, санаториях, профилакториях и инших оздоровленных установок. В настоящее время ведётся активная работа по выдвижению представителей в состав участковых избирательных комиссий. Данная работа по выдвижению должна завершиться до 23 августа и до 26 августа, соответственно, должны быть образованы участковые избирательные комиссии. Никаких серьёзных нарушений, препятствующих проведению избирательной кампании, в области нет. В осветлении кампании по выборах президента краины белорусским сторонкам сетки интернет отводится одна из головных ролев. Усё большая колькость громадян отримливая необходную информацию в режиме онлайн. Подчас наиважнейшей подеи у громадско-политичном житте краины денежит специальный сайт с доменным имем выборы2015.by. На им представлена информация про инициативные группы кандидатов и тематичные новины. А праздраздел «Материалы» можно перейти на сайт Центральной выборчей комиссии, на яким сконцентрована наибольш полная офицейная информация. Тут так само представлены широкий пиролик нормативно-правовых документов, позначены контакты для совязи, есть форма для отправки электронных сборотов. Особные сторонки, присвеченные выборам, функционуют так само на офицейных порталах Гомельского облаконкама администрации районов Гомеля сродков массовой информации. Усе материалы, присвеченные ходу выборчей кампании, которые прошли в эфир и телерадиокампании «Гомель», вы можете найти на сайте tvrgomel.by. Два района Гомельской области, Жлобинский и Рогачевский, полностью завершили уборку зерневых и зернебобовых культур. Ушельную наблизились до финишу в Кармянском и Лоевском районах. Усего в регионе засталось убрать около 7% площадью. Огольный намолот сборжа складает больше, чем 880 тысяч тонн. Больше за всех собрали в Рыжевском, Добружском и Будокошелевском районах. Урожай у кожным склау свыше 80 тысяч тонн. Рекордсмены по урожайности Ветковские и Добружские регионы. Тут у середням сбирают по 40 центнеров с гектара. Акционерное товарыство «Гомель Абл Аутотранс» у якости эксперименту почало установку на автобусах внутриобластных линий высокохудкосного интернету «Байфлай». А про чатаго принято решение поступового снижения кошту проезду на внешних линиях. Про планы самого великого на Гомельщине перевозчика пассажиров доведовся Олег Сентюров. Кали у Гомель заявился перший громадский автобус докладно невядомым. Сгодно с одными краницами на линию Гомель-Новобелеца машины вышли с 7 листопада 1924 года. У инших материалах свержается, что горожане почали коррестаться автобусным транспортом с 1947 года. Але никто не спрячивает той факт, что Гомельский областный аутотрест был створен за год до закончения Великой очины. Подлечено, что с того часу предприемством перевезено больше 10 миллиардов пассажиров. Водитель с амаль 30-ти годовым стажем Василь Карпов в уластной статистике не веде, але каже, что с кожным годом умовы, як для водителев, так и для пассажиров, полепшаются. Начинал я с 260-го Икаруса в 86-м году. Ну да, конечно, Икарус это уже техника, отжившая себя. Потом в развал Союза вообще не обновлялся парк. Приходилось туговато. Ну, выстоял костяк, коллектива сохранился. У Гомель Абл Аутотранси признаются, повышение якости обслугования пассажиров не сама мета, а житевая необходность, бо он напрямую уплывая на финансовое становище, причем тычется гэта не только повышенная комфортность автобусов, тут и борьба с недобросумненными водителями, які утойвают выручку и выявление фактов выкористания подробных проездных документов, ящеденный керунок реформования филиалов, який не приносит значных прибытков, а так само адмена экономично-стратных маршрутов. Сегодня одна из головных задач автопереводчиков оптимизация маршрутов у Гомель Абл Аутотранси кажуть, что иначе неак неньга. Необходно лечить литерально кожный рубель, тем больше, что поставлена задача скорочать бюджетные компенсации. У Гомель Абл Аутотранси кажуть, что сегодня сирот наибольшь рентабельных международные маршруты. Зараз, наприклад, пропрацовываются варианты автобусных перевозок у Польши, а так само зречицы у Санкт-Петербург. Инша справа, что тут необходимо не только отримать отповедные дозволы у всех затекавленных боков, а ей вытремать довольно жорстую конкуренцию у тымлику сбоку так званых недобросумленных, часто поллегальных перевозчиков. Правда, непосредственно пассажирам такая конкуренция только на користь. На некоторых международных маршрутах кошт проезда уже снизился, и этот процесс будет протягиваться. Мы резко снижаем стоимость проезда, вот в частности, значит, на Москву проводим акцию в данный момент, где стоимость проезда снизили с 320 тысяч до 199. Значит, ну и результаты, конечно, не заставили себя долго ждать. Пассажиры оценили нашу акцию и переходят к нам на обслуживание. Александр Александронец, телерадуя компания Гомель. У областным центра отбылося урочистые мероприемства за делом кировництва и сопрацовников управления Державного комитета судовых экспертов по Гомельской области. Для урочистости адрозу 9 годы. Другая годовина с дня створения ведомства и прием у его широке молодых специалистов. Почас мероприемства лепшие сопрацовники управления Державного комитета судовых экспертов по Гомельской области отримали специальные звания, премии, грамоты и иншие гоноровые узнагороды. У адрес людей, от вынику працы яких часом залежит лез человека, прогучали щирые слова подяки. Что тычется молодого пополнения ведомства, в урочистой обстановце им были уручены службовые посвечения. В опытные сопрацовники управления у свою чергу пожадали гэтым специалистам зауседы только удоскональваться и развиваться у обранной непростой, але необходной для краины профессии. У целым в управлении Державного комитета судовых экспертов по Гомельской области зараз працует калле 500 человек. Головное досягнение их дейности за минулые два годы повеличение оперативности и якости выполнения экспертов. Что месяц проводится до 50 тысяч. Державные эксперты сегодня обеспечены усими необходными сродками, которые позволяют проводить на вот самые редкие виды доследований. За счет чего это произошло? Естественно, за счет того, что мы немножко расширили штат, увеличили количество экспертов по проблемным видам экспертизы, например, по компьютерно-техническим видам экспертизы, по товароведческим. Ну, такие редко встречающиеся, но они необходимы. В ротовальнике Гомельской областной организации в связи со Спякотой подвоили колькость рейдовых мероприемствов. На минулых выходных особливую увагу вырешили надать стихийным пляжам. Александр Гомоля доведался об небеспеции, которая шагает тут отпочивающих. Для одних пекучее солнце на годы отпочить на песочку, для инших мобилизовать силы и подвоить намагание бороться безбеспеку. Спякота селета поднесла немало недобрых сюрпризов обозначили мель. Слева от нас находится рыбак, который нарушает все правила. Естественно, что человек попав в какую-то яму, у него возможен летальный исход. Головная боль вратовальника у самородной трамплины изъявляются такие экстремальные побудовы, как правило удалечены от зоны назирания освод. Але и такие места не застаются без нагляду. Вратовальники свержают только за последний тыдень это уже третий трамплин, брать на дожки. Не все подшивающие разумеют их небеспеку и не все задоволены одеяниями освод. Эта конструкция сейчас останется либо лежать на берегу, где будет мой ребенок идти и не дай бог зацепится и сломает ногу. Однако профилактичная работа уже давно одладжена. Худка после разборки на место отправляется додатковый экипаж вратовальников. На березе не застается и следов от небеспечной конструкции. Очень приличная высота этого глубина окончания этого мазка около 2,5 метра. При его высоте 2,10-2,50 это достаточно для того, чтобы получить травму. Травму шейного отдела позвоночника. Самую страшную, которую можно получить при нырянии. На первый взгляд меры жесткие, но продактованы и они на самой справе маукливые и жудостные статистики. Все лет на водоемах Гомельщины загинули 28 человек. Пятер раз их неполно-летние. Цивилизованное место для отпочинку оховываемые пляжи. За весь период их основания ни одного трагичного выпадку. Только с початку купального сезона каля тысячи фактов выратования людей и амаль 5 тысяч попередженев. Другий тыдень жнивня на Гомельщине будет таким же спекотным. Але при этом чекаются опадки. Подадзенных областного гидрометэоцентра в ближайшие сутки в регионе прогнозуется переменная воблачность. короткочасовые дожжи на вольнице. У ночи и ранец и в особенных районах слабый туман. У ночи будет до 18 и в день до 34 градусов. На Сирадуру ее не обвешаны червоны узровень небеспеки. Ранец и в день в особенных районах пройдут дожжи и на вольнице. Температура поветра у ночи до 22 и в день до 36 градусов. Подобный характер надворья заховаются до пятницы. У опушни одниты дня опадков Мандзюсяка за круги Хиросима выступи у Гомелли. Эта встреча с гомельскими глядачами стала заключной у Межахчаргова гатура коллектива по Беларуси. Выступление наведала Катярына Сапельникова. С творчастью артистов японского театра Мандзюсяка беларусы познайомилися больше как 15 годов тому. С тех часов эту совесть можно смело назвать сябровством. Уже шостый раз коллектив вертается в наш край с традиционными танцами. Але представление ансамбля это не просто ритмичные рухи под музыку. Это молитва у имя миру и яднанья. Именно любовь такое чувство которое не имеет границ. Именно любовь объединяет Беларусь и Японию. Маленькие детки которые приходят на концерт тоже откроют для себя японскую культуру и может на них это повлияет что-то принесет в их душу. Шоу которое наполнено незвычайной энергетикой и широстью в Гомеле завсюду проходят с абсолютным аншлагом. Засновальница ансамбля Мама Роза каже что группа готова выступать и для одного глядача. Это японский подход до життя самоданность уважливость и дебальность. Увага до всех дробизов и нюансов ураживает. Костюмы для выступления месяцами шуются вручную по эскизах Мамы Розы. Подрыхтовка декораций и макияж артистов перед выступлением займают коля 2-1. Как говорят действительно красота спасет мир. Вот эта японская красота действительно несет мир и спасает этот мир. И очень ответственно но в то же время очень достойно Центру международных связей в этом году все это организовывать. Мы стараемся и надеемся что наши японские друзья приедут в следующий раз снова. Катерина Сапельникова Игорь Марышченко телерадио компания Гомель. И на этом наш вечерний выпуск завершен и у студии працавала Святлана Князева. Доброго всем вечера и до встречи у эфира.